Ну, как обычно, краткое ракурное, что мы все не обсудим. Итак, мы рассматриваем дифференциальную операцию с состоянием глюксенки. А, А, В, комплектный. И П, А, В, гиперэллиптический. Возначает следующее, что если У из С' и П, А, Д, У, Ф, и Ф бесконечная непрерывная дифференцированная функция, то отсюда следует, что У тоже бесконечная непрерывная дифференцированная функция. Ну, как-то это странно, если У изначально С... А, С-штрих. Я там штрих не вижу отсюда. Ну, доска мне помогает. С-штрих. Нет, конечно. Это означает, что для неполного дифференцированного альфа равного ню. Предел Т Альфа Акси Делить на П Акси Крексистой международной бесконечности Ну, давайте я напомню еще одно утверждение такого же сорта, ну, до некоторой степени, которое было известно до того, как эта теория эллиптических операторов развивалась. Вот. Я просто напомню такую теорему, значит, теорему Петровской. Ну, в современных, даже не знаю, как ее... Ну, я ее сформулирую, вот в стиле вот этой теорены. Значит, тогда мы будем уговорить, что П АД эллиптический оператор. Есть ли стиле? Какой же термин? То есть, если мы будем уговорить, что П АД эллиптический оператор. Я делаю. Понятно? И вторая эллиптическая оператор. Действительно эллиптическая оператор. То тогда отсюда следует, что всякое решение есть тоже. И вот это все на месте, ну, так говоря, неизвестное условие эллиптичности, что главная часть соответствующего назначения. Ну, конечно, исторически все наоборот было, так сказать, что вот это называлось эллиптическое оператор. Ну, а потом, это еще 30-е годы, доказано о том, что вот эти два условия превалили. И уже при постановке задачи о гипоэллиптичности, наоборот, начало было с этой стороны. То есть предполагалось, что для любой бесконечно непрерывно дифференцированной правой части любое решение обладает тем же свойствами. Вот это вот условие гипоэллиптичности. Вот, ну, еще мы с вами экстреблярентные условия полезные обсудили. Ну, и я тоже напомню. Значит, вот, оказывается, полезную роль играет такая функция. ДС, это есть расстояние. это есть бипоэллиптичное решение. т.е. мы рассматриваем многообразие комплекса вот это вот условие коробицы не говорят на таком условии что просто предел для си, си стремящимся к исполнительности, а не к исполнительности конечно, такая связь между этими словами на первый взгляд весьма неожиданная но кроме того, еще эквивалентное условие, что на самом деле из того, что это стремится к бесконечности следует, что существует в константе с больше меня такое, что Dx, больше вероятно, c в сепени ца т.е. квалифицированное стремление дисконечности больше некоторой секундной функции ну и, соответственно, это приводит к тому, что и здесь мы стремление в верю квалифицировано то есть то, что существует, c в сепени ца больше нуля, такие, что из-за каких-лифицированных в сепени ца больше не превышает ца на модуль ца в степени минус ца, но еще надо добавить, что r больше не на, то есть в сепени ца действительных, а в сепени ца больше не равных и по бесконечности вот такую куриссирную оттенку ца вот, и вот это следует из той нервы, которую мы с вами доказали подробно вот, и которую мы сегодня еще воспользуемся если я где-то на месте тоже напишу значит, нервы такая ну, как я пишу так, существует ца больше нуля это так, что для любых кси из n ну, а справедливо такая оценка что нет, то мы начнем с p а1 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 ну, это ограниченные сверху из n ну, просто предполагается, конечно, что p а1 и нам, в частности, понадобится такую следствие из этой формы ну, именно такую там вот введем в степени минусы вот, отдельно слагаемое мы перевышаем с значит, тогда просто подводим в стиле на яйце, по этой линице вправо, вот такой яйце, который мы на сегодня воспользуемся ну, вообще, вот эта, может быть, лемма, мы ее подробно дали доказательства, она как бы выясняет роль этой функции диатокси и, в свою очередь, она тоже следует, фактически, если вынимательно посмотреть, на форму Теора, примененную к B плюс C, где к C действительно, а C комплект. Ну, и вот, с этого эта история начинается. Так, хорошо, главное. Ну, а теперь давайте полную сегодня эту сторону все сделать. Значит, цель не доказать вот такую теорию. Теперь я вам распустяю и ускорярное произведение и ускорярное произведение Диатокси как раз вот это вот расстояние от действительной точки до множества комплектных нулей. и ускорярное произведение Тогда не существует C1, дальше у меня такое, что что для выполняется следующее неравенство что для для любого дельта это ряды единички ряды единички и для всякого разрешения однолюбого уровня выполняется неравенства и 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 Дельта в степени минус Ром Мону у аминта Синга Синга Вот тут я еще привожу Значит это Дельта в степени минус Ром Дельта в степени минус Ром Вторая группа меж открытого множества И что еще у нас? Еще объекта δ Это не менее стандартное назначение Дельта норма Вот дельта норма Вот дельта норма Во-первых, само выражение, которое включает все производные от оператора И причем оно идет со своей степенью Зависящее от порядка деференцирования оператора Интеграл по всей области, да? Интеграл по всей области, да Здесь стоит омега и здесь омега А в этом месте справа стоит омега, а слева стоит меньше омега сжатая Омега Д Ну я вот не знаю, а что такое Y на D? Y на D это такое скалярное произведение А, ну то есть это понятно Ну понятно, то есть ты это просто вострандартный грандиент Ну производное предуправление Ну понятно, понятно Но, конечно, нас больше всего будет интересовать вот эти координатные направления Понятно, просто я D без индекса не видел, а Поэтому я и... Все, конечно, все пропустил То есть скалярное произведение, то есть скалярное, что-то нужно Ну а так все понятно А почему этот сигнал конечный? U и Z штырь, да? Ну, U и Z штырь Их P от D U равно U Ну посмотрим, не будем пока считать, что правая часть конечная, но значит... Угу Или это в предположении, что правая часть конечная? Ну, будем пока считать, что правая часть конечная, там по ходу делаем утро, да Уточнить, да Ну, тем более, что нам как бы... Ну, нужно на самом деле... Так, итак, ладно, хорошо, вот просто будем считать, что умирается либо в обычном списке, здесь правая часть конечная, то есть белая часть конечная Ну, вот доказательства этой теоремы довольно техническая, но, как говорится, полезная Тоже опять тут вот эти... Участую Значит, что дальше Отсюда Будет следовать Ну, я пока Точно не формулирую Ну, дальше Это неравенство можно Интервировать Ну, тут стоит Уравнение с постоянными коэффициентами Значит, это Производное Если ПФД Размолим То есть Может Если применим Вот такой Производный Тоже Размолим Тогда, значит, можно Это неравенство Применять Несколько раз И тут появится Степень Это выражение И отсюда Можно уже Извлечь Оценки для Производных То есть Не только Оказывается Алпарт На бесконечной Дефилицированности Ну и Также Оказывается Что Производные Решения Применжаются Предготовлому Классу Плюре То есть Производные Скажем Порядка Альфа Быстрее Чем Констант Умножить На модуль Альфа В степени Гамма На модуль Так Хорошо Ну, Еще Немного 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 Значения Положим В Семя Палочками С В Семя Палочками Немного Это Немного В Пространство Г Аж Я почетил 2 С От функций Дс Эпсилон Дс Эпсилон Д Дс Эпсилон Дс Семя Эпсилон Дэпсилон Семя Дс Семя Семя Дс Эпсилон То самое Дс Все время Дэпсилон Расстояние оксида можно конвертировать. Кстати, давайте отметим, что это функция из класса К, для которого мы в это все пространство вводили, что для любых c вето, z, мы можем такое неравенство вводить. И мы можем написать это определение, значит, c вето, минус z вето, где z вето и z вето, и z вето и z вето. Ну тогда это, ну тогда еще модуль, сумма не превышает сумма в модуле, вот таким образом расчеты не превышают сумма в модуле это, модуль C-Z. Вот, ну это просто константа, соответственно это модуль это плюс вот этот инфейк, что есть по определению B. Вот такая специальная модулька, специальная модулька D от C-R не превышает DmC в модуле. Вот, но тогда отсюда можно следующее выписать, что вот здесь мы возьмем Ds ε от C плюс это Эпсилон, амоль Эпсилон, амоль Эпсилон И для отрицательных S тоже? Ну, тут в данном случае S больше не равна вот, хорошо, вот, ну и теперь, да, и отсюда следует, что все эти определения у нас согласованы. Ну, вот, теперь, вот, 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 вот из Дмитрия Павловича. И, первая проблема такая, что значит существует SE né nya, так, что для любой амольцей V с это не столько нит из corrigen C И для любого ε больше 0, вот такое нерависть выполняется, что сумма 0 меньше 0, и мы получим шлаг М, ε в степени 2 нега А, на эту норму 3 палочки, и мы получим шлаг М, С плюс 1, ε в квадрате, и мы получим шлаг С, на сумму 0, альфа, и мы получим шлаг L, ε минус 2, 0, альфа, и палочки 3, альфа 4, и мы получим шлаг М, С, ε в квадрате Ну, будем считать, что С целых не отрицает 5 чисел. Вот это вот, во всяком случае, мы будем пользоваться на свете генераля, и мы получим шлагман для такого количества. Значит, что тут такое написано? Вот составлен такой агрегат, который при каждой норме, производной от оператора, применённого КВ, в норме с индексом С плюс 1 берётся такая сбалансированная норма с параметрами ε, зависящими от α. И тогда она оценивается через аналогичное выражение, тут уже вместо С плюс 1 и 3s, но здесь модуль α больше нуля, здесь получается α равному. Ага, это типа такое обообщённое нюансто Планкаре, да? Обообщённое нюансто Планкаре. Ну, когда значение оценивается через производную? На обообской производной чуть-чуть. Тут, видите, это отличает за производные. Тут так, нет, я бы не стал правдиваться с нюансом Планкаре. Потому что, как бы, ведь вот эта функция, это определённая гладкость. Ага. И мы что делаем? Если мы берём тут выражение с большей гладкостью, конечно, мы пользуемся всем, что это у нас не яслено. Мы оцениваем через, как бы, через меньшую гладкость, мы должны ещё привлечь α равному нюансу. Нет, это с неравиством Планкаре не связано. Так. 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 Надо было. Немного больше носок. Кстати говоря, я как-то был в Африке, читал лекции. И там сделано было так, что доски начались вот отсюда. Здесь, в боку доска, там доски. То есть, по-моему, пока тут сюда будет удобно. Тут можно. Ну, тут, к сожалению, дверь, тут окно. Так что воспользоваться аппликационным опытом не удастся. Вот. Хорошо. Ну, давайте, может, будем доказывать. Будем доказывать. И, сначала, мы, вот у нас вот эта функция. У нас вот эта функция. Ну, давайте мы заметим, что вот такую простую имя, если можно написать, которую мы воспринимаем. を найти, что это не превышает ну это простое дело, значит если вот эта величина не превышает 1 то тогда это все не превышает четверки, не превышает того, что справа написано а если это больше единицы, то единицы не превышает этого а само число больше единицы, поэтому мы его можем еще развести в более высокую стиль и с помощью этого равенства мы будем оценивать то, что у нас написано тогда, ну давайте вот выключим то, что у нас здесь лево, то что мы позначим буквы I это слово это слово Вспоминаем еще раз определение этих способов в том числе в том числе есть сумма 1α больше не превышает M ε2-2 1α 1 плюс и ε d в степени в степени в степени нам надо в степени s-1 в степени и реализование в степени в степени и просто определение в степени ну и естественно тут мы можем тут мы можем что сделать мы можем написать квадрат давайте это перепишем Добавляем интеграл vrn. Значит, тут степень значит 1 плюс ε dc обе в квадрат 2s плюс 2. Значит, 2s я напишу отдельно, а дворечку напишу внутри сумму. Значит, тут у нас Ну и при обливании фурьема Соответственно, мы часто записываем как при обливании от кси И так, это просто есть разница Единственное для удобства суммы я у нас под названием интеграла И вот этот множитель я ощупил на 2 Этот остался здесь, а этот мы внесли в одинаковый интеграл Ну и цель такая, как раз воспользоваться этим неравенством И он будет, соответственно, два полагаемых Ну, возьмем просто единичка Инеграла В Единичка через ε И вот эти интегралы Можем подбирать Можем подбирать Можем подбирать Ну и почему подбиралась вот так вот Вот это ε в степени минус 2 альфа Степень ε в степени 2 альфа Значит, и прекратится Можем подбирать Значит, тогда Останется просто Можем подбирать Можем подбирать Можем подбирать Н, а интеграл прежит так, а, не пытался быть. Так. Здесь плюс 6, 5, 7, 3, 1, 2, 5. Ну и квадрат, да, вот здесь квадрат. Ну и отличается. Короче, вот здесь появилось вот это выражение. ϵ ушло. А тут я уже написал. Ну, если бы два интеграла написали, а первый умножитель, вот первая скобочка куда-нибудь? Первая скобочка, да. Во втором интеграле. Да, так. Во втором интеграле первое, что не конечно же надо. Пропишите её сзади. Так. Хорошо. Значит. Ну и тогда давайте подбачим это. И1 плюс И2. Ну, И1 это то, что нужно. И1 это то, с чего мы начинали. Только если в степени С плюс 1 стоит С. Так что это просто то, что нам не то, что нам нужно. И1 быть часть то, что нам нужно подбрать. И1. И1, и1. И2. Ну и1, и2. И1. И2. 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 И2, и2. А, вот тут, как я напоминал, специально я вот так это переписал, что за счет вот этой функции D от C, что D от C в степени модулярия, он может на модуль производной атмосферы превышать модульных профилей. Такая хорошая ценица. Так вот, например, Fc в степени модулями, так как Fc, D от C, D от C, D, U, Fc. значит место этого напишем P и еще букву N, значит квадрат, допустим, он не превышает N в квадрате ну на N в квадрате, тут это все вынесется, сумма единичек давайте я напишу какое-нибудь, давайте напишу, чтобы было видно, что я не размазал так, и дальше вот это 1 fc n s и просто P fc n ну, это как раз то самое недостающее слагаемое если альфа равнули ну, как раз получается то, что здесь написано, то это fc так что вот это значит тогда это просто fc m1 и это fd g с двумя палочками s ε значит короче мы оценили то, что нам нужно через два витеграма первый сразу оказался, ну тут важно, чтобы появилась буква s с места s Оказывается, что можно отсоединить через многочлен и получается выражение не личность, а равное. Таким образом, вот эти вот И, которые нас интересуют, не превышает 4. Вот эти константы 0,2. И уже теперь сумма m, mt, a, d, d, s, x. Ну, впечатлений тут немало, но, кстати, сама формулировка довольно элегантная такая получается. Формально. То есть в левой части у нас есть выражение . Ну, производные не равны, не говорю. В правой части s мы еще добавим и сами формулировки. Значит, пусть функция g и с цельной бесконечность от n для ε0 и ε0 . И тогда для любого сайфа и для любого сайфа и для любого сайфа g, цельного числа, существует сайфа g. Так что для любых ε0 и такое неравенство. Итак, теперь мы обращаем в интервал πrm, Иси в степени α, преобразование, это е, и сейфа г, и е1 плюс ε0, модуль С в степени r. Это уменьшает С, А, В, Эпси, У, Н Ну, это простое определение Тут, конечно, никаких идей нет, кроме того, что это понадобится Значит, так как, если мы будем брать преобразование Фу'е от этой функции, то согласно использовать преобразование Фу'е это Эпси, У, Н, преобразование Фу'е от функции Фи, Эпси, У, Н Ну, и тогда получится, если мы на этот интеграл посмотрим, то значит, вот этот интеграл, чтобы не переписывать Фу'е от функции Фу'е от Эпси Фу'е от Эпси Фу'е от Эпси Если сюда приставляем это, значит, вы будете видеть на это, то уже появится ε в степени минус альфа. А в этой графе уже будет только это. Значит, ε в степени α, φ 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 в степени α. Ну, а это, ну, тут важно, это как раз и есть та констанция С. Ну, это, конечно, конечно, потому что для вызывания φ в степени α, 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 φ в степени α. Так что это технический момент. Чего, весь минус? Нет, еще не весь. Следующая εμ. Так что, если вы пусть, в степени α, φ в степени α, степени α, равен, φ, в степени α, равен, Субтитры делаю, что на кандидат радиуса 1, С, целое не отрицательное число, тогда приведу вот такая оценка. Субтитры делаю. ЭПСИН-2В, 3 палочки, П, РФВД, определенное произведение s ε в квадрате не превышает 1 c в квадрате просто от самой функции ну тут 4 6 9 10 11 14 14 от этого произведения от Фи-Эпси он избавится ну вот это, если это можно так сделать, будет получается такая оценка здесь уже, здесь снова P от D равняется здесь P от D равняется так, значит, давайте доказывать так, ну доказывать будем по инлюкции так, ну, как я вот пусть вот это, у, бравом в углу бравом в углу бравом в углу и будем дальше опять И хит не будет, как там оказывается, ну, бесконечно, бесконечно. Пусть сначала S равняется 2. Значит, тогда, что у нас здесь получится? Есть S равно 0. Ну, если S равно 0, то мы вспомним определение. Там был вот этот пункт на один стекле S. Значит, S равно 0, значит, просто это L2. И тогда мы посмотрим, что будет ε-λ-α, норма PαD и ε-λ-L2. То есть это то, что здесь у нас стоит. Ну, тогда тут надо конференцировать. Вот здесь будем формулой лестницы в форме Хармандера. Значит, надо конференцировать. Давайте, значит, согласно. Ну, надо сказать, лестницы-то, главное. Значит, если мы ПНД применяем для общих операторов, то есть это формулы вот такая вот. Субба B, D, 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 D и D. Значит, вот этой формулой мы будем пользоваться. Значит, вот этой формулой мы будем пользоваться. 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 Ну, соответственно, мы применяем эту формулу АД и В у нас ФИ. Значит, тогда получится Ну, и тогда будет минус модуль Альфа. И тут при дифференцировании каждый раз будет выкакивать я все буду в усадьбной степени я могу написать минус модуль Альфа плюс В. Для этих модулей модуль Альфа плюс В это модуль Альфа плюс модуль В. И здесь тогда уже будет ДВТФИ. Ну, и тогда вот это мы можем заменить на максимум. Вот это производная. Вот их деленное на ε. Соответственно, не превышает вообще максимум производности. Значит, где-то у нас модуль Альфа плюс В. Так что это все не превышает максимум. Ну, модуль Альфа не превышает M. Максимум. Просто по Х. Максимум. Какому-то сообщил В. Теперь ВТФИ. тут уже без вепсум. И сумма. Давай теперь давайте смотреть на сумму. Ну, ВТФИ можно и выкинуть. Но тут главное, что появилось, появилась Альфа плюс ВТФИ тут Альфа. Значит, тогда это не превышает, Мотуль Гамм, где превышает F, P Гамма, D У, ну, и ε в секунду минус Могамма. Но единственное, что нужно заметить, что Гамма тут больше у нас. Почему? Почему Гамма больше у нас? Потому что Альфа. А, Альфа больше у нас. Так. Два, два, три. Хорошо. Здесь Альфа. Два, два, три. Так. Ну, там у нас участвовал под фактором подле И2 как раз вот это выражение. Ну, мы его оценили. И поэтому, значит, ε и минус Могамма, так как мы начинали, Альфа не превышает, как вот этого, N. Ну, вот так. Тогда все-таки ε степи минус 2 Альфа. Альфа. Нет, я брал отдельную норму. А, еще вложите, еще вложите. Да, да, я еще не помню. Вот. Значит, мочкнусь вот это на морском, что ли. И, тогда это не превышает всю морку. Могамма не превышает M больше у меня. Могамма не превышает. Могамма не превышает. Могамма Могамма Ну, тут квадраты возведены, так что мы, естественно, можем проводить в квадрат, ну, там, соответственно, в обменном потенции. Короче, если это у нас звездочки значит, это S уголовнее. А, гамма и альфа, как соответственно, с буквой Эпсила? Еще гамма Ну, вверху, в носочку выше стоит Эпсил в степи 2 альфа 2 альфа Ну, а тут, я описал без квадрата просто норм нет, ну, гамма 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 это альфа Гамма Гамма Ну, я могу, ну, гамма и хоть альфа, хоть это и называйте Ну, больше альфа, меньше альфа Оно никак не связано с альфа Ну, любой можно тут в люковку написать Тут же сумма А, там сумма словами А, тут сумма А, ну, все А, ну, все А, ну, все Нет, ну, ну, так Просто как перед начальником Гамма и альфа плюс бета было, то это вот Значит, тут в этом, ну, как бы и маленький фокус что, значит, надо постараться чтобы были одинаковые степени тогда это я могу другой буквой обозначить и про уже все эти забыли Да, 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 да все понятно Да, так что Ну, здесь мне не хотелось писать альфа потому что в левой части вроде есть альфа Ну, и чего? Ну, тут альфа и сумма по альфу как-то не очень красивые Хотя это, как говорят это настоящий индекс а это слепой индекс немой глухой как-то хорошая вот так вот так вот так вот так и все теперь улице мы далее и так пусть у нас у нас если вместо s подставили s-1 то выполняем с с с с углу и палочки d фи э э и палочки s-1 Эпсилон в аграте не превышает С Сумма Эпсилон в аграте не превышает С А тут просто В Эпсилон в аграте не превышает С Ну, просто В2 превышает С Ну, и тут мы уже располагаем с предыдущей лембрией, которую мы доказывали Значит, согласно предыдущей лембрии и согласно предпредыдущей лембрии Значит, вот что там было, просто я напоминаю Модуль альфа больше нуля, больше лембрии Эпсилон, минус 2, альфа Выберем эти три палочки Теперь Альфа, А, В Эпсилон, Эпсилон И в палочке С теперь я хочу Эпсилон Ну, Эпсилон, пожалуйста, можно через С-1 оценить, но с добавлением Альфа равно минус Чтобы не превышать некоторые константы, там С1, допустим Вот, и Ну, давайте я так Далее, что сумма Модуль альфа не превышает Эпсилон минус 2 Модуль альфа Модуль альфа Модуль альфа Тоже Фи, Эпсилон С-1 Эпсилон квадрат То есть это то, что здесь стоит но с добавлением альфа равного. Ну, тогда, если модуль больше, то мы вот этим просто неравенствами воспользуемся. И есть, значит, имеет С1, С1, В2, 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 В2 и В2, 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 В3, В2. то, что мы хотим, но еще есть альфа равна нулю, то есть тогда тут P, A, D, альфа равна нулю, φ ε, φ в квадрате, S-1 ε. Значит, надо оценивать вот эту вторую штуку. Ну, оценку вот такую. Но здесь мы еще вспомним, что P, F, D, U равна нулю. Вот мы сейчас используем все. Значит, тут вот так поступим. Пусть еще одна функция Пси умножится 0 на бесконечность, и Пси равно единичке некоторой накрестности Класс. Вот тут вот это, что мы с ними с вами с вами, вот так, что конечно, с вами, И теперь ровно в той окрасности. И, конечно, для себя компактным вложим в шарик. И вот здесь вот с ним. Здесь нужно извинять. Вот для чего это делалось. Здесь вот для чего. Тогда, во-первых, φε2. Я могу написать φε, ψε. Потому что мы носители. Вместо того, что поделили на ε, ничего не меняется. А вот главное вот что, что φε умножить на φε, оно будет в точности равномерно. Потому что где надо рассматривать? На носители φ. На носители φ. На носители функции φ. Потому что не на носители церковной 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 церковной. А на носители функции φ на 0,000, когда тут просто вынезжает в ПАТ, а у нас тут предположение в 0,000. Ну вот это будет такой существенный момент. То есть как воспользоваться церковной ПАТ равномерно. Вот. Ну, дальше опять по дверной часто. 1,000 1,000 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Ну вот еще раз оцениваем. Значит, ПАД, Фи Эпсилон Пси Эпсилон Пси Эпсилон Пси Эпсилон. Ну будь это, пауде, спилос avingly, спилон, Гıtлином Эпсилон Пси Эпсилон Псидциный Турцион Пси Эпсилон Пситал. Балла фотограф stressed это в Малл. И вот тут так-то меньше или равно, и если α равен 0, мы тут же сейчас поверим, что это 0. И поэтому модуль гамфа больше 0. То есть вот за счет того, что P от D равен 0, мы тут получилось, что сумма с модулом α больше 0. Ну и поэтому, как раз надо это оценить, все прямо тут осталось. Значит, когда P, A, D, Q, ε, U, синдец S-1, S в квадрате, будет не превышать вертолей константы. Существует 2. Существует 2. Модуль альфа больше 0. И вот ε в степени минува модуль альфа. В степени минува модуль альфа. В степени минува модуль альфа. В квадрате. 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 Ну, мы просто применяем эту новую. В квадрате. Оцениваем. Но теперь применяем вот эту формулу. И здесь модель α больше 0. А здесь, поскольку модуль α больше 0, мы можем применить ингредиентное формуложение. В квадрате. В квадрате. В квадрате. В квадрате. В квадрате. В квадрате. Не превышает. Иногда еще穿сяanka константы. Это c2. vida c2. А, А, Д, В, И, В, И, Э. Ну, то есть мы получили теперь вот эту оценку. Ну, хорошо. Значит, ну, теперь еще одна рема, но мы уже сейчас не будем это делать, потому что мы уже завтра совершим. И еще раз вспомним эту теорему и уже посмотрим дальше, как эту теорему дальше впустить в дело. Ну, я сразу говорю, что ее можно итерировать.